и снова здравствуйте вы на канале сплетники сегодня очередной уже третий сентябрьский выпуск свежих сплетен он начнется как обычно с того что мы сэкономим ваше время и ничего не скажем что где-то там за океаном леди гага прервала концертный тур госпитализированной за травмы бедра что сын того самого жанна клода ван дам арестован за хранение наркотиков и нападение на человека с ножом и что анжелина джоли не так сильно занята своим семейным неурядицем как рассказывает и готовится к съемке сиквел диснеевской сказки малефисента потому что у нас другие новости у телеведущей яны чурик вы 12 сентября угнали дорогостоящий автомобиль ее белый лексус за 4 миллиона вечером запарковал личный водитель а утром не обнаружил его на месте обратившись в полицию выяснилось что последний раз машину видели на 92 километре мкад и скорее всего она уже покинула московскую область автомобиль был застрахован и ведущая надеется получить компенсацию говорит что очень жаль документы лежавшие салоне узнаю что вот я выйду пойду посоветую чем делать я не хочу на эти вопросы отвечать я больше в этом цирке участвовать не буду дана борисова раскрыла наконец страшную тайну о том что заставил ее принимать наркотические препараты в этом по ее словам виновата всего лишь большая занятость тяжелая работа стрессовые ситуации бывшие возлюбленные и плохие друзья я просто хотел показать всем что я хорошее сказала ведущая 11 сентября в прошлый понедельник модель телеведущая иногда певица алена водонаева со своим бойфредом алексеем комовым известным как диджей косинус вдвоем вошли в здание дворца бракосочетаний на английской набережной в санкт-петербурге и закрыли за собой дверь то что происходило там внутри остается загадкой сами молодые люди уверяют что не состоялась торжественная регистрация брака и предъявляют многочисленные фото в интерьере этого загса но бдительные поклонники следящие за каждым шагом знаменитости опровергают ее слова удалось опросить работника дворца бракосочетаний который сообщил что алена и алексей взяли в аренду на два часа ряд помещений для фотосессий и заплатили за это по квитанции 13 тысяч рублей в пользу этой версии говорит то что молодожены свидетельства браки не показывали интрига сама водонаева на эти вопросы отвечает смешливыми смайликами близится свадьба столетия так назвал свое будущее бракосочетание с викторией лопырёвой певец николай басков уже известно что она будет проходить в два этапа 5 октября как и планировалось в грозном это будет строгая безалкогольная свадьба и вторая чуть позже в москве свадебное платье уже шьет тот же кутюрье который готовил платье на венчание яны рудковской николай уже мечтает о рождении детей а виктории о заключении брачного договора с интересом ждем развития событий и мы закончим этот выпуск не рассказав о том что сати казанова передумала играть большой свадебный праздник на кавказе на триста человек и проведет совсем небольшую на родине жениха в италии что яна рудковская евгений плющенко не потратили на свое венчание не рубля все устраивает деловые партнеры и что дима билан постоянно жалующийся на боли в спине которые влияют на подвижность рук подозреваются связи с этим в приеме сильнодействующих обезболивающих препаратов вот так едешь едешь с утра самого сидя самолетах и потом еще на одном самолете а потом и на финальном фрагменте видео с музыкой которая по мнению поклонников звучит в голове у анастасии волочковой внимание вопрос чиною не сломленный хотя слегка поклеванный благодарим за просмотр если вам понравилось видео поддержите нас лайком подписывайтесь на канал сплетники с нами интерес